Жил-был старик со старухой. Пришел час, мужик помер. Осталось у него семь сыновей-близнецов, что по прозванию семь симеонов. Вот они растут да растут, все один в одного и лицом и статью, и каждое утро выходят пахать землю всесемера. Случилось так, что тою стороной ехал царь. Видит с дороги, что далеко в поле пашут землю, как на барщине, так много народу, а ему ведомо, что в той стороне нет барской земли. Вот посылает царь своего конюшного узнать, что за люди такие пашут, какого рода и звания, барские или царские, дворовые или какие-ли еще наемные. Приходит к ним конюши, спрашивает, что вы за люди такие есть, какого рода звания, отвечают ему, а мы такие люди, мать родила нас, семь симеонов, а пашем мы землю, от сову и дедную. Воротился конюши и рассказал царю все, как слышал. Удивляется царь. Такого чуда не слыхивал я, говорит он, и тут же посылает сказать семи симеонам, что он ждет их к себе в терем на услуги и посылки. Собрались все семеро и приходят в царские палаты. Становится в ряд. Ну, говорит царь, отвечайте, какому мастерству кто способен, какое ремесло знаете. Выходит старший. Я, говорит, могу сковать железный столб, сажен в двадцать вышиною. А я, говорит, второй, могу уставить его в землю. А я, говорит, третий, могу влезть на него и осмотреть кругом далеко-далеко все, что по белому свету творится. А я, говорит, четвертый, могу срубить корабль, что ходит по морю, как по посуху. По земле, то есть. А я, говорит, пятый, могу торговать разными товарами по чужим землям. А я, говорит, шестой, могу с кораблем, людьми и товарами нырнуть в море, плавать под водою и вынырнуть где надо. А я, вор, говорит, седьмой, могу добыть, что приглядится или полюбится. Такого ремесла я не терплю в своем царстве и государстве, ответил сердито царь последнему, седьмому Симеону. И даю тебе три дня сроку выбираться из моей земли, куда тебе люба, а всем другим шестерим Симеоном приказываю остаться здесь. Пригорюнился седьмой Симеон, не знает, как ему быть и что делать. А царю была по сердцу красавица-царевна, что живет за горами, за морями. Вот бояре, воеводы царские и вспомнили, что седьмой Симеон, мол, пригодится и, может быть, сумеет привезти чудную царевну. И стали они просить царя оставить Симеона. Подумал, подумал царь и позволил ему остаться. Вот на другой день царь собрал бояр своих и воевод, и весь народ честной. Царь приказывает семи Симеонам показать свое умение. Старший Симеон, недолго мешкая, сковал железный столб в двадцать сажен вышиною. Царь приказывает своим людям установить железный столб в землю. Но как ни бился народ, не мог его установить. Тогда приказал царь второму Симеону вставить железный столб в землю. Симеон II, недолго думая, поднял и упер столб в землю. Затем Симеон III влез на этот столб, сел на маковку и стал глядеть кругом далече, как и что творится по белому свету. И видит синие моря на них, как пятна. Мреют корабли, видит села, города, народа тьму. Но не примечает той чудной царевны, что полюбилась царю. И стал пуще глядеть во все виды. И вдруг, заприметил у окна, в далеком тереме сидит красавица. Царевна, румяна, белолица и тонкокожая. Видно, как мозги приливаются по косточкам. Видишь, — кричит ему царь, — вижу, слезай же поскорее вниз и доставай царевну. Так как знаешь, чтоб была мне во что бы то ни стало, понимаешь? Собрали все семеро, срубили корабль, нагрузили его всяким товаром, и все вместе поплыли морем доставать царевну из сизых гор. Едут, едут между небом и землей, пристают к неведомому острову у пристани. А Симеон Меньшой взял с собой в путь сибирского кота ученого, что может по цепи ходить, вещи подавать, разно немецкие штуки выкидывать. И вышел Меньшой Симеон своим котом сибирским, идет по острову, а братьев просит не сходить на землю, пока он сам не придет назад. Идет по острову, приходит в город и на площади пред царевным теремом забавляется с котом ученым сибирским, приказывает ему вещи подавать, через плетку скакать, немецкие штуки выкидывать. На ту пору царевна сидела у окна и завидела неведомого зверя, какого у них еще и не водилось ранее. Тача же посылает прислужницу свою узнать, что за зверь такой и продажный али нет. Слушает Симеон красную молотку царевнину прислужницу и говорит, зверь мой кот сибирский, а продавать не продаю, ни за какие деньги, а коли крепко кому он полюбился, тому подарить подарю. Так и рассказала прислужница своей царевне, а царевна снова подсылает свою молотку к Симеону вору. Крепко, мол, зверь твой полюбился. Пошел Симеон в терем царевен и принес ей в дар кота своего любимого сибирского. Просит только за это пожить в ее тереме три дня и отведать царского хлеба соли, да еще прибавил. Научить тебя, прекрасно, царевна, как играться и забавляться с неведомым зверем, сибирским котом, понимаешь? Царевна позволила, и Симеон остался ночевать в царском тереме. Пошла весть по палатам, что у царевны завелся дивный неведомый зверь. Собрались все и царь, и царица, и царевичи, и царевна, и бояре, и воеводы. Все глядят, любуются, не налюбуются на веселого кота, ученого кота. Все желают достать и себе такого, и просят царевну, но царевна не слушает никого, не дарит никому своего сибирского кота. Гладит его по шерсти шелковой, забавляется с ним и день, и ночь, а Симеона приказывает поить и угощать в волю, чтобы ему было хорошо. Благодарит Симеон за хлеб, за соль, за угощения и за ласки, и на третий день просит царевну пожаловать к нему на корабль, поглядеть на устройство его и на разных зверей, виданных и невиданных, ведомых и неведомых, что привез он с собою. Царевна спросилась у батюшки царя, и вечерком с прислужницами, няньками пошла смотреть корабль Симеона, зверей его, виданных и невиданных, ведомых и неведомых. Приходит у берега, поджидает ее Симеон Меньший и просит царевну не прогневаться и оставить на земле нянек и прислужник, а самая пожаловать на корабль. Там много зверей разных, красивых, какой тебе полюбится, тот и твой. А всех одарить, кому что полюбится, и нянек, и прислужниц, не можем. Царевна согласна и приказывает нянькам да прислужницам подождать ее на берегу, а сама идет за Симеоном на корабль, глядеть диво дивные, зверей чудных. Как взошла, корабль и отплыл, и пошел гулять по синему морю. Царь ждет, не дождется царевны. Приходят няньки, прислужницы, плачутся, рассказывая свое горе. И распалился гневом царь, приказывает сейчас же устроить погоню. Снарядили корабль, и погнался царский корабль за царевной. Чуть мреет далече, плывет корабль Симеонов, и не ведает, что за ним царская погоня летит, не плывет. Вот уж близко, как увидали семь Симеонов, что погоня уж близко, вот-вот догонит. Нырнули и с царевной, и с кораблем. Долго плыли под водою и поднялись наверх тогда, как близко стало до родной земли. А царская погоня плавала три дня, три ночи, ничего не нашла, с тем и возвратилась. Приезжают семь Симеонов с прекрасной царевной домой. Глядь, на берегу высыпало народу, что гороху. Примногое множество сам царь поджидает у пристани и встречает гостей. Заморских семерых Симеонов с прекрасной царевной, с радостью великою. Как сошли они на берег, народ стал кричать, шуметь, а царь поцеловал царевну во уста сахарные, повел в палаты белокаменные, посадил за столы дубовые, скатерти бранные, угостил всякими напитками, медовыми, наедками сахарными и в скорости отпраздновал свадьбу с душою царевную. И было веселье и большой пир, что на весь крещенный мир. А семи Симеонам дал волю по всему царству государству жить да поживать, привольно торговать, беспошлино владеть, землей, жалованной безобидно, всякими ласками обласкал и домой отпустил с казной на роживу. Была и у меня кличонка, восковые плечонки, плеточка гороховая, вижу, горит у мужика овен. Кличонку я поставил, пошел овен заливать, покуда овен заливал, кличонка растаяла, плеточку вороны расклевали, торговал кирпичом, остался ни при чем. Был у меня шлык, подворотню шмык, да колюшка шип, и теперь больно. Тем из сказки конец, а кто слушал, тот молодец.